Всем привет, ребята! С вами Флэш. Продолжаем выживать. В этой серии я хочу попробовать пробежаться полностью по дороге. Вот мой дом. Вот мой дом. Деревня наша. Находится. Собственно, тут проходит дорога. И, по идее, я полностью, когда бегу по дороге, я прибегу сюда же. То есть такая мини-кругосветочка. Понятно, что дорога не всю карту охватывает, но... Он, кстати, уже первые соперники. Понятное дело, что она не всю карту охватывает, но еще кто-то бежит. Но, тем не менее, попробуем. Сейчас отобьемся сначала. Охренеть, что за война? Кто с кем? Это свой, не свой? Здесь свой. Вроде, если трется в деревню, значит свой. Надо будет защищать. Не, Диму, я не знаю, кто это такой. Ну ладно, он на территории деревни. А вот буги-буги это не свой-то однозначно. Его надо отрабатывать. Блин, вот я решил спокойно пробежаться по дороге, и уже что-то, что-то начинается сразу. Точнее, время-то я не самое простое выбрал. Сейчас полный сервер, естественно, просто так мне это никто не даст сделать. Однозначно будут разбойники на дороге, все дела, но на то она и серия. Потому что мне что-то захотелось прогуляться все же. Просто интересно, вот реально ли обойти весь сервер. Точнее, не весь сервер, а по дороге, когда он ломится просто. Дадут ли мне это сделать? Ну что? Все, вроде все рассосалось. Да, кто-то куда-то поубегал. Собственно, начинаем наш путь. Я почему-то начал по часовой стрелке, решил начать. Просто мне эта дорога реально нравится, которая уходит туда вот куда-то. Она постоянно манит, как будто что-то там, какие-то приключения за этой дорогой. Так, ну все, в самых интересных моментах буду вас включать. Мне кажется, они по-любому будут. А вот уже, уже. То есть, смотрите, вот, пожалуйста, уже стоит человек, отстреливает людишек. И стреляет достаточно метко. Так, вот первая, первая... А вон еще, мунифера сет. Первая преграда. Блин, что-то я птичку подумал взял. Да ёкало мой, чё за кровотеки. Вот это он шмаляет. И за мной еще тикбойница. Блин, называется начал. Это называется плаш начал играть. А это однозначно его кореш какой-то. Где этот хмареныш-то? А, дом исчез. Он же, да, у него же есть прогрузка. Так, ну что, тогда все равно нам надо преодолеть все это. Блин, у меня осталось вот так, говорит, два шприца и два бинта. Вообще круто. Блин, бинтов я сейчас накрафчу. Но, блин, чё-то мне это не нравится. Ладно, все равно. Коль уже пошли. Вот она, эта вышечка, которая отстреливает. Не стреляет парнишка достаточно метко. Так, ребят, по мне опять ведут огонь до сих пор. Блин, да что, иди ты в баню. Как с такого расстояния можно попадать? Чё это такое? Всё, вроде преодолел. Исчез. Исчез с прорисовки дома. И вот спокойно стал. Офигеть, он попадает. Жесть. Так, нам нужна лошадка как раз, чтобы прокрафтить бинтов. В принципе, на бинтах выживать. Шприцы только в экстренных ситуациях. В принципе, используем. Потому что, чтобы он мне на хвоста сейчас не упал, этот парнишка весёлый. У меня с собой ни лука, ничего. Придётся мочить. С оружия лошадку. Немножко раскликаться, так сказать. Вот, он ещё есть. Есть. Но тут с одного выстрела валится. Фух, чё-то, блин, меня уже из колеи выбило эта ситуация. Реально, только путь начал, уже нихрена нет. Так, надо успокоиться. Всё. Вроде, первую преграду прошли. Идём дальше. Ну, там, понятно, бессмысленно было агриться. Человек в доме. Ему хрен-то сделаешь. Чувствую, сейчас придётся реально выживать. Это будет приключение. Так, давайте пока есть. Ага, вот это я стрелок вообще. Пока есть возможность, сейчас нажарю мясо, наверное, придётся выживать уже как вы... Вот это реально уже выживание. Всё, у меня ограниченное количество результата. Сейчас, наверное, нажарю кучу мяса, будем отхиливаться мясом. Тогда что же делать. У меня топор полуизбитый остался, только два спритца. Ну, благо, хоть кожа есть. Если что. Сейчас придётся ставить костёр и жарить мясо. Ну, реально, такой путь выживания, бля. Так, пока у меня крафится костёр. Мне же ещё надо, ребята, обязательно следить за временем, потому что у меня нет тёплой одежды. Если наступит ночь... То есть, как мы помним, пол дороги у нас идёт по зимней. Чё, мне... Блин, костёр крафчивает. Отмена. Нельзя? Можно. Мне выпал костёр. Как удачно. Как мы помним, что когда зимой, тут наступает ночь зимней биомы. Я тут нафиг замёрзну. Но пол дороги идёт по зимней биоме, пол дороги по летней. Поэтому мне сейчас нужно пока светло успеть преодолеть именно зимнюю биому. Так, чё, жаримся, да? Всё, буду немножко поджарить сейчас. Да, необыкновенное состояние. Я слышу, как бы дует метель, шумит, костёрчик горит, сидишь, греешься. Вот, раз может подарить эти состояния, какие интересные. Не только перестрелки бесконечные, а вот просто уединение такое вообще реально, как будто в другую игру совершенно играешь. Как будто она просто... Как она там? Alone in the Dark? Не, не Alone. Ну, короче, там тоже по зиме бегаешь, забыл название. Выживаешь, вот что-то такое напоминает. Сразу даже такое. Ну, вроде слежки за мной нет. Вроде не стал человек вылазить из своей норки. Остался там. Мясо усилено, сейчас всё пожарю. И можно будет подвигаться дальше. Удачно нашёл ещё то, что животных разделал. У нас есть жир. Кстати, можно сразу скрафтить на максимум этих топлива низкого качества. Поэтому, если я вдруг найду где-то хоть какое-то маленькое количество металлических фрагментов, то есть мне не хватает для шприца только металлфрагментов. То есть, если чё, можно будет, получается, да, два, да? Да, два хотя бы. Или три. Уже больше. А, ну тут в камеру же упирается. Ну, хотя бы три шприца, если чё, накрафтить. Уже хорошо. Всё, продолжили дальше свой путь. Я продолжил. Солнце, я не могу понять, то ли оно в угла садится, или оно наоборот оттуда идёт. Ой, бля, что-то я загружила с головой. Вот, если вот так вот смотреть, то есть оно вот так вот идёт, или наоборот туда. Лучше бы вот так. Ладно, сейчас буду отслеживать. Что-то долго провозился в начале пути. Так, первая поляна. Вот, я поднялся на гору. Как мы помним раньше, тут постоянно было всё застроено. Сейчас что-то тут вообще ни одного строения нет. Как-то пустовато. Будем спускаться в эту лощину. Это мы уже почти в середине зимней биомы. Попутно буду развивать бочки. Вдруг всё это мне повезёт. Я выбью рецепт на С4. Ну, о, гитара. Нормально. Вот этим можно выбивать. А, это рецепт. Да, изучу. Так, ну, зимняя биома сразу отличается пустынностью своей. Так, это чё? Это вышка первая, наверное, ещё. Маленький домик. Я, кстати, болт с собой таскаю больше для использования, как в виде подзорной трубы. Потому что он прилично увеличивает. И на дальнее расстояние можно хорошо смотреть. Да, пустынная зона у неё своя романтика. Тут живёшь, и никто тебе не нужен. Стрела. О, чертёж на стрелы. Копьёк не надо. Это уже хорошо. Ладно, бежим. А, это у нас бункер, смотрите. Тут бункер, вход в бункер как-то застроили конкретно. Причём. Ну, тут не вход в бункер, точнее. А, чё тут вообще непонятно. Вроде ничего нету. Ну, как-то сильно прям застроили. Так ощущение, что там что-то важное можно ходить. Или там появляется лур. Там как будто можно пролезть. Короче, непонятно. А, или это скала. Чё не ясно. Застроили всё нафиг. Так, следующая поляна зимняя. Да, домов тут крайне мало. Вон ещё один в далеке. Но такой полудеревянный, полукаменный. Есть подозрение, что он заброшенный. Я как бы стараюсь держаться вдоль дороги. Чтоб не сбиться с пути. Ну, тут реально сейчас по сравнению как до Вайпа было, вообще, можно сказать, ничего не застроено. Сейчас хочу добежать до радара. И посмотреть, как там. Там хорошо, что радиации нет. Может, что-нибудь интересненькое выпадет. Поэтому у нас озвучиваем его спальничек. Нормально. Кстати, я тут заметил, что не так уж много и руды. Вот я только первую руду вот заметил. За всё время пока бегу. Кристаллы, как мы помним, они ещё и собирать нельзя. Их, как вроде, не по пикселя. Чё-то руды реально тут маловато. Очередные какие-то построечки, домишки. Но они тут уже все зарейдены. Вообще, просто плацдарм какой-то. Так и не удалось человеку построиться. В общем, как-то полуразрушенное такое состояние. Полузаброшенное. Прям чувствуется, что здесь мало кто живёт. Вот тут наверху лишь построился. Это дом вроде жилой. Да, это дом жилой. Финны и шведы. Ага, Сандр. Так, а фундамент. Кстати, сейчас фундамент вроде гнить, что ли, меньше начал. Ага, видите, пятихатка. Что-то он вообще пристал гнить. Так, вроде солнце идёт так, как надо. То есть оно сейчас ещё и даже свои максимальные точки не достигло. То есть время есть сейчас ещё и по Рэтауну с радаром побегаем. Вот уже начинает виднеться радарчик наш. Посмотрим, прочитаем обстановку. Вроде пока ещё не застроен. Тихо, спокойно всё. Потому что тут может происходить всё, что угодно. Ребят, первая стычка. Блин, у меня калаш передёрнут. Так, он один. Один, нет? Ребят, он один или нет? Подскажите. Вроде один. Блин, у меня калаш вместо этого был. Точнее, топор железный. Так, Кирапл. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Сколько патрончиков. Как я обожаю патроны. Блин, металлфрагментов нету. Две базуки. Ай-яй-яй-яй, твою мать. Как и знал. Вот когда я сижу, постоянно кого-то лутаю, я постоянно по кулачку выбираю что-то. Сейчас хейдер пропишу. А почему у меня там было, я не могу вспомнить. Я всё время пытаюсь по порядку. Есть там что-то ценное. Стоит ли возвращаться за ним. Так, откуда он шмалял? непонятно по мне вообще ни разу не попал да я же не хитился так киропал да киропал я вот это бьет чате что-то где-то так он только что помешивал соответственно он куда вышел откуда он мог выйти еще и с оружием то есть том что люди это рядом он однозначно палец из свой труп так ну вот они первые первые опасности я не могу понять дело это ощущение что за мной сейчас следит то что вот это деревья в миттешат что-то не перенастроился после лесной зоны чувствую себя не своей тарелки немножко здесь сейчас только стоит подойти к тому трупу и все и хэда точно получишь вот он да это шаги были или нет а это олень блин я увидел как снег вздыбается думать его убегает а вот дом киропер на театр а чё калашева не подобрал а вот и вот есть вот томсона еще шаги слышал это здесь панок а это вообще левый тип и около мм что что такое то кровотек кровотек а это боисей дружище нифига себе блин опять стопа лута просто джесть вот он до томсона так чего этого мы посмотрим нет ничего нет опять кто-то бежит сука не в ду они кажутся в этом же мне кажется в камне живут братка на тебя щитить не будешь в любом случае павел братка павел еще кто-то бежит вот они пещерные люди вот они патрончики сюда опять кто-то бежит у меня хп мало запутался все нафиг у 3 стопка нормально так щитру кто-то тут надо искать да сколько вы блин сюда будете прибегать ничего не отдам чего туда рвется чего такого есть нажать желать и жрать фух блин твою мать птички мы сейчас все используем павел ты что решил смыться от меня что лезть сюда в зимнюю биому блин да ты вообще красавчик опять павел не это скайл моргинс какой-то павел блин или это другой павел ра там была приставка нет не помню они откуда-то убегали отсюда я вообще не мог понять как он отсюда убегает такс не ну это блин конечно да жесть этот оборонок я держу и моисей моисей а ты отсюда бежал сейчас мы проверим где ты живешь да я короче пока бежал у меня этот пропал томсон из инвентаря я его хотел поменять на калаш пашпатронов дофига и он мне просто исчез жесть я посмотрел его реально нигде не выронил походу вот с этого дома моисей либо просто спальня где-то накинуть ну ладно это уже не важно поднаказали ребятишек идем дальше так на этой препятствия уже было посерьезнее то есть меня видите на увеличение сложности идет первый раз там по мне с вышки шмаляли мы быстро принципе преодолел вот проникаем в рт разве сидим за обстановкой порой здесь и тихо и спокойно вот эта стычка уже посерьезней опаснее уже так вот понятное дело тут скорее всего зовут она возможно даже эти ребята с рт прибежали с томсонами с патронами тут ничего шинке не так и вот тут и ящик сверху спавнятся на крыше еще насколько мы помним вот на этой крыше тоже ничего нет все залупано так пешки но это нам даже облупать не получится а не получилось температура ладно может пригодится так вот единственно большой дом который находится возле рт возможно тут тоже кто-то обитает либо с моисея опа это галышок галышок но поднимается наверх поиска в бочке давайте проверим кто это просто интересно кто здесь постоянный гость кто это мама и сей брат но и среди ты вообще где-то здесь живешь да ладно валясь так теперь мы знаем что в зимней биоме живет моисей каких-то из этих домов павел почему ты сюда переместился не может я путаю может там еще один там пошла на приставка а было не помню того тоже было и еще какой-то керапов или как-то хрен то есть они все зимние биоме обитают то есть кому надо кто на них охотиться знаете что они здесь так ну что мы продолжаем свой путь покидаем попа верхиор это явно не с нашей деревни звук звук то есть кто-то общается в чате опа стрельба а вон он смотрите стоят два типа отстреливают зэд и какой-то верхиор да да вот сейчас походу вот этому кранты так спины стрелять не будем поможем пацаны я свой я сзади пацаны я вам помогу меня не стреляйте я сзади пацаны я сзади меня не стреляйте я сзади вас я за вас я за вас ребят сзади вас меня не стреляйте я свой я свой да бля вот суки в меня стреляют да иди ты нахер говоришь свой не нафиг короче нельзя быть таким щедрым да ну нафиг я щас умру все все потратил нахер нахер моя доброта сейчас меня точно не довидит до хорошего твою мать а вот и все путешествие бля я же говорю я свой я по вам не стрелял я с вам помогал в перестрелке ребята я же говорю я свой я специально по вам не стрелял понял окей окей за красавчик понял пошел жопа ясно и коротко так ребят ну что же на этой не очень прекрасно уйти и закончим как говорится я наглядно понял что не стоит ни с кем вступать в разговоры она была их мочить в спину коротко и ясно за это все эти запомнил это ты однозначно уже ни в каких обстоятельствах не попадешь точнее не будешь помилован было никогда не при каких обстоятельствах все ребят давайте увидимся в следующем видео не получилось мне добежать обратно ну ладно лутом черт моего лута толком и не было только болты калаш и все все остальное нажито